Добрый день, уважаемые коллеги! Как раз я вас выведу наконец-то из прибрежных вот в открытый океан. И как раз мы докажем, что тот вихрь, который мы наблюдали, действительно вихрь по данным измерений. Только я не могу запустить, как она запускается. Спасибо большое. Я представляю работу целой группы авторов Зимина Таджанова, Романенков, Репина, Белоненко, Иванов. Мотивацией к данной работе послужила идея, высказанная Ирина Анатольевна. Вы все равно на больших красивых кораблях проходите мимо Фонтенской котловины. Там есть уникальное место. Собственно говоря, где у нас образуется глубинная конвекция. Почему бы не провести измерения? И, собственно говоря, прошло всего полгода, и мы реализовали эту идею. Ну, что хотелось бы сказать. Главной особенностью Фонтенской котловины является присутствие в ней мезмасштабных вихрей. И наиболее ярким и давно изучаемым является мощный антидесклонический вихрь. И считается, что зимняя конвекция является необходимым условием существования данной вихря. И он наиболее ярко выражен как раз в конце весны, в начале лета. Ну, тем не менее, как правило, наблюдения за ним ведутся с помощью альтиметрии. И вот когда мы ознакомились с работами, которые как раз описывают характеристики вихря по данному альтиметрии, мы увидели, что там не один вихрь, а целая группа вихрей. И, собственно говоря, в этих работах уже показано, что вихревые структуры там испытывают значительную изменчивость. И они там вообще связаны не только с конвективной природой, но они могут быть связаны, собственно говоря, с меандрами норвежского течения, когда отдельные вихри отрываются от него и заходят в эту котловину. Собственно говоря, как раз наша идея была провести идентификацию того, что мы видим по данным спутниковых измерений. То есть, имея хороший оснащенный корабль, имея некоторый запас времени, мы решили посмотреть, что же за вихри отражаются в альтиметрии. Собственно говоря, задачей было изучение структурами замасштабных ветрей в районе Лафонтанской котловины. Это три задачи. Сбор и анализ спутниковых данных, сбор и анализ данных натурных наблюдений, то есть судовых, и сопоставление этих разнородных данных. В качестве исходных данных по спутникам привлекают альтиметрия, радиолокация и снимки в ИК-диапазоне. В качестве судовых наблюдений использовались наблюдения с помощью гидравогического зонда, с помощью судового ADCP и, собственно, ИК-радиометра. Измерения спутниковые мы проводили, смотрели все, что происходило за три недели до экспедиции и три недели после экспедиции. Судовые измерения в районе составили всего двое суток. Ну вот, собственно, район исследований. По данным спутниковой альтиметрии, черными точками в нем обозначен наш полигон. Столь странная конфигурация полигона связана с тем, что мы были ограничены влиянием экономических зон. Ни вправо, ни влево мы не могли уйти без соответствующих разрешений. И, тем не менее, мы видим, что несколько вихревых структур попали в зону нашего внимания. На данном слайде показана изменчивость абсолютно динамической топографии в районе полигона. Белой линией на данном слайде показано изменение положения центра вихревой структуры, которую наиболее подробно нам удалось исследовать по данным судовым наблюдениям. А черной точкой обозначено, собственно говоря, положение центра этой вихревой структуры в момент судовых наблюдений. Как мы видим, структура, двигаясь от фронтальной зоны норвежского течения, проходила район Новофонтенской котловины, взаимодействие с другими как циклоническими, так и антициклоническими структурами и смещалась преимущественно в северо-западном направлении. Причем частичное слияние с циклонической структурой, которая практически стационарно находилась в центре котловины, наблюдалось дважды за вот этот вот более чем месяц, который мы рассматривали. По радиолокации тот же спектр мы привлекали, но нам практически не удалось ни разу пронаблюдать вихревые структуры, сопоставимые с тем, что мы видим в альтиметрии, и их распределение вихрей по данным радиолокационных сенсоров носило такой хаотический характер, хотя иногда они, как и следовало бы по классическим представлениям, наблюдались на периферии структур другого знака. Вот здесь, в частности, показан пример за 11 июня, когда малая циклоническая структура наблюдается на периферии мощной антициклонической структуры, которая проследовалась по данным спутниковой альтиметрии. Но самое интересное, что нам удалось сопоставить скорости перемещения крупных вихревых структур и малых вихревых структур. Так вот, если скорость смещения мезомасштабного проявления вихря составляла порядка полуметра в секунду, то есть это порядка 6 километров в сутки, то средняя скорость смещения субмезомасштабного вихря была на порядок выше, чем вихря, отмеченного по альтиметрии. Они разных размеров, и мы точно не можем утверждать, по радиолокации мы видели сам вихрь, который так быстро смещался, либо это был уже просто его след, то есть сам вихрь умер, а мы видели его смещение. Но, тем не менее, проявление вихревых структур, их динамика различалась на порядок. Вот, к сожалению, по данным ТПО нам не удалось ни разу за весь рассматриванный период получить достойные картины. Ну, мы это связываем с тем, что у нас весь период работ, вот я привел святку, что у нас была достаточно сильная облачность, но это характерно вообще для данного района. Собственно говоря, по данным альтиметрии нам удалось выделить и проследить жизненный путь достаточно крупной вихревой структуры размером порядка 50-70 километров, и проследить, что она взаимодействовала с другими структурами. По данным радиолокации мы, в первую очередь, отследили небольшие вихри, и они все, как правило, соответствовали субмезомасштабу. Всего лишь два вихря были достаточно крупными, их размер превышал несколько десятков километров. Но по ИКАЭТ данным мы не смогли сделать. Работы судовые на полигоне что включали? Включали разрез с юга на север из пяти гидравогических станций и работу на восьми гауссах с помощью ADCP. Вот здесь наглядно представлены черными треугольничками, это наш гидравогический разрез, с сиренникими точками, это работа ADCP. Красным обозначена та вихрековая структура, которая по ее местоположению, по спутниковым данным, которые наиболее четко нам удалось проследить. Что мы получили? На разрезе нам удалось увидеть по данным разреза четко вихревую структуру. Она отразилась в характерном клубообразном опускании основного термоклина на двух станциях. Причем она четко проявлялась в своих где-то от 100 до 300 метров. На двух станциях в солености мы тоже наблюдали замкнутую аномалию, на глубинах несколько повыше, но тем не менее она четко дает представление о характеристиках вихровых структур. То есть то, что мы наблюдали, мы наблюдали еще с помощью ADCP. Вот то, что говорили, проверить вихри ли это. Вот на данном слайде приведен разрез ADCP, и здесь четко прослеживается пересечение вихря. В верхнем слое под влиянием ветра мы не прослеживаем вихревую структуру, но где-то начиная с глубины 25 метров вихревая структура четко прослеживается, мы видим разворот течения. Это вот разрез вертикальный, она прослеживается по всей толще измерения до глубины 200 метров. Вот для наглядности здесь приведен карта ТПО и течение на 20 метров. Вот вихревой структурой не прослеживается. Если мы возьмем глубину 150 метров, вихревая структура четко прослеживается в скорости течения. Это красным обведен ее проявление в радиолокации. Вот это действительно вихрь, он действительно подтвержден данными течениями. Вопрос составляет основной генезис этого вихря. То есть с чем он связан? По всей видимости, мы сопоставили все данные контактных наблюдений, судовых и спутниковых наблюдений. Вот здесь в правом верхнем углу показана карта течений по данным спутниковых наблюдений, а слева внизу по данным судовых наблюдений. Видно характерные четыре вихревых структуры. Одна полностью нам удалось по данным съемки зарегистрировать, другие лишь частично нашли свое отражение в данных наших наблюдений. И видим, что наши скорости по данным судовых наблюдений были несколько выше. То есть в вихревой структуре они достигали 50 сантиметров в секунду. В то время как по альтиметрии они составляли порядка 40 сантиметров в секунду. Вот это полное сопоставление картины. Здесь приведены данные спутника, данные течений, данные разреза гидрологического и данные течения профилографа. Ну, в заключение, что хотелось бы сказать. В результате нам удалось зарегистрировать вихревую структуру, генезис которой связан в первую очередь с динамикой меандров норвежского течения. Она отличается от структуры, которая характерна для лафонтенского вихря. То есть она располагается на глубинах меньших, несет меньшие объемы. Тем не менее, она в процессе своего жизненного цикла взаимодействует с основным вихрем, который стационально располагается в лафонтенской котловине и подпитывает его. Собственно говоря, вот здесь кратко приведены результаты. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. А у вас вихри сливаются антисепонические, да? Да, да, да. Это по данным альтиметрии. Они сливаются, причем происходит обмен энергии явно, потому что один усиливается, другой ослабевает. А они не могут сливаться на один? Данные ситуации прослеживались, но не в этот раз. То есть есть работы, которые описывают подобные вещи. То есть вот эти вихри, которые отделяются от норвежского течения, они как бы подпитывают вот этот вот стационарный антисепонический вихрь. И чем интерес вот этой работы? Все в основном занимались основным вихрем, вот этим вот, который стоит. А здесь мы впервые, нам удалось поймать, ну, собственно говоря, это случайно появилось, но вот тот вихрь, который идет на поддержание, который оторвался от... А циклоны, антициклоны? Мы не наблюдали. Но, тем не менее, эта структура вся двигается вместе. То есть это, там, в английской литературе, шитвортекс, то есть они вместе все вращаются, такой циклоны, антициклоны вместе, и они образуют такой вот некоторый... Да, да, да. Так, еще вопросы есть? Ну, вы там сказали, динамическое оборудование. Это практически... Да, да. Это не динамическое оборудование. Да, ну, да. Динамическое по температуре и салютности. Ну, это отрактовка. Вот, а второй вопрос. Когда я говорил о эдинственной институте, то есть вихрь, не эдинственной институте, а это, надо запустить туда дрифтор и посмотреть, как ведет себя дрифтор. Когда это будет, по сравнению, подскорочек, вот, когда определяешь, вихрь или виние, типа, вот, альтиметры или температура. А если мы делаем подробную съемку, почему? Вот, когда начали, мы доказательством, что это видно. А чем измерение течения отличается от дрифтеров? Мы движемся на судне происходящих. Мы измерять должны течения витрии. Они должны быть, там, круговые, с одинаковой угловой скоростью, с линейной скоростью одинаковой. Тогда это какое-то показательство, что это витр. А если все измельчает, то это уже не витр. Ну, я готов с вами поспорить, но принимаю ваши... Нет, мы измеряли течение. Достаточно подробная съемка. Акустический профилограф, установленный на судне, позволил провести подробную съемку вихря. Мы двигались и измеряли течение. И, соответственно, мы получили картину. А в масштабах этого вихря практически заморожено. И я готов с вами спорить, что мы действительно получили измерение... Достаточно в одной точке, в три, как в пусте. А мы пароходом два дня ездили и смотрели. Вы понимаете, работа Кашлякова, Монина, Коменковича, по седатинской витрии, вы поймете. Они пустили вихрь, не они, а кто-то там пустили. И посмотрели, как вихрь, то есть как древно распределет себя в этом предполагаемом вихрье. И убедились, что это не вихрь. Урах. Ура. Ура. Продолжение следует...